Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире вашего общественного телевидения программа «Созвездие Д'Артаньяна». Первая в России телевизионная передача о фехтовании, чести и приключениях. У нас в гостях сегодня доктор психологии, профессор биомеханики Игорь Воронов. Здравствуйте, Игорь! Добрый день! Но, представив вас по тем титулам, которые я записал, но я знаю так, что вы настолько многогранный, мощный человек, что, наверное, это, так сказать, не исчерпывается и не ограничивается никак. Вот я бы хотел, так сказать, чтобы сами вы бы сказали, как вас можно представить? Я думаю, вполне достаточно. Доктор психологических наук, профессор, то есть это, по крайней мере, подтверждается документами, мы не покрепим истиной. Но, кроме того, точнее, благодаря этому, и благодаря, и кроме, вы являетесь исследователем в области боевых искусств, методик преподавания боевых искусств, и, в общем, в той или иной мере, так или иначе, в течение многих лет работаете в этом направлении. Да, именно вот эти все звания регалий, которые мы тут перечисляли, собственно, они были заработаны на поприще исследований Востока, восточных боевых искусств, вот, и, в общем-то, занимаясь этой тематикой, ну, по крайней мере, лично для себя очень многое открыл, и, вот, надеюсь, сегодня частью этих знаний поделиться с... Частью этих сакральных знаний. Сакральных. Я так думаю, что сначала, наверное, поделимся и определимся с тем вообще, что такое методика, потому что это такое явление, как бы, да, вот, как в 90-е бывало, покупаешь какую-нибудь книжку, где нарисованы приемчики каратэ, начинаешь их изучать, но, а методика — это что-то другое. Так, методика, но я не буду сейчас... Не обязательно циклопедическим языком, так сказать, а вот по душевному. Да, 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 давайте определить из теории и практики физической культуры, вот, ну, так, на пальцах, значит, современное представление о человеке, о спорте, скажем так, сделали методику примерно следующей. То есть у человека развиваются физические качества, затем развиваются технические способности, которые позволяют выполнять конкретную деятельность в рамках конкретного спорта, затем тактические способности, которые позволяют решать задачи правил видов спорта, и, собственно, морально-психологическая подготовка закрепляет у спортсмена осознание того, что он этим владеет, и владеет лучше, чем его соперник. И вот, собственно, методика позволяет отстроить, ну, некую цепочку подачи информации, обучение спортсмена, научение его вот этим действиям, и дальше мы наблюдаем спортивный поединок, спортивные соревнования, где мы смотрим, кто из спортсменов лучше овладел всеми этими качествами. То есть физическими, техническими, тактическими и морально-психологическими. Да, вот хорошо, что вы упомянули о том, что современная методика, так сказать, да, потому что говорить мы будем прежде всего о древних методиках, и вот разница между современными и древними методиками, если мы говорим применительно к боевым искусствам, она прежде всего в чем выражается? Вот как раз древние методики, они отличаются коренным образом. Коренным образом отличаются чем? Ну, так получается, что, или получилось, наверное, что, так как в древности в основном люди занимались физическим трудом, то есть мало было каких-то технических средств, то говорить о физической подготовленности, собственно, не приходилось. Люди были изначально, ну, достаточно физически развиты. Человек, как он есть. Да, вот. И здесь, собственно, стояла задача вот эти физические способности применить в экстремальной ситуации, чтобы как можно меньше людей погибло в бою, так скажем. И вот, исходя из этого, создавались методики, которые позволяли, с одной стороны, повысить вот эту живучесть, то есть научить человека его физические силы применять правильно, а с другой стороны, мы же должны учитывать, что такое древняя армия. Это, прежде всего, армия, которая финансировалась из кармана, ну, грубо говоря, конкретного князя. То есть, вот, у него есть иная сумма денег. Держать ему регулярную армию в мирное время, это очень невыгодно, экономически невыгодно. Вот. Поэтому, естественно, всячески шел поиск каких-то методик, которые позволяли в очень короткие сроки готовить к боевым действиям массу людей. Не одного единоборца, не мастера спорта мы готовим там за трое-десять суток, а проводится ускоренная массовая подготовка войск, экономятся деньги, экономятся средства, минимизируются потери во время боя, и, в общем-то, эти методики как раз восходили к очень интересной методике, которая, говоря современным языком, была направлена на увеличение скорости переработки информации человека. Вот. Значит... Так, сейчас уточню. А разве не то же самое заложено в основе современных методик? Нет. Та же идея, нет? Нет. Современная, я еще раз повторю, развиваются отдельные физические качества, которых в настоящее время выделяют пять. Вот отдельно тренируется техника, тактика, в зависимости от того, какой тренер, какие предпочтения кому он отдает, так называемые сенситивные периоды, там, скоростные качества развиваются в одном возрасте, силовые, в другом лучше развиваются. То есть, да, это очень мощная наука, естественно, это все требует профессиональной подготовки, но в древности не было этих знаний. Вот. В древности есть человек, есть ситуация, когда человек должен защищать свою, там, родину, идти в бой, и нужно сделать так, чтобы он выжил, как можно меньшее количество погибло, чтобы наши победили ихних. И, собственно, методики зачастую обращались больше, ну, назовем так, к некой психофизиологической стороне человеческого организма. То есть, человека больше обращали внимание каким-то религиозным, можно понимать, мистическим мотивам. Но в основе этих религиозных мистических мотивов лежали вполне, естественно, научные механизмы, которые сейчас объясняются таким физиологическим процессом, как сегментарная иннервация. Вот. Другое дело, что у нас в стране, ну, в частности, в спорте, сегментарная иннервация стала известна в 20-е годы 20-го века благодаря трудам нашего русского врача Николая Александровича Бернштейна, которого и Запад принимает. Но эта методика сейчас используется в основном в реабилитации, в основном в лечебной физкультуре. И там очень хорошо знакомы с сегментарной иннервацией. То есть, по сути, методика применяется после спортивного поединка, после того, как спортсмен уже отработал. А в Восточной Азии, по сути, эту же методику предложили использовать до того, как человек попал в экстремальную ситуацию, на этапе тренировочном, на этапе подготовительном. И вот, пожалуй, эта методика известна и сейчас, но в спорте она применяется, ну, крайне, ну, скажем так, узко. Вот. А в Восточной Азии именно знания вот этой сегментарной иннервации использовались очень активно на этапе тренировочном. Это позволяло как раз увеличить скорость переработки информации человека и научить бойца адекватно вести себя в экстремальной ситуации. За счет чего и, собственно, достигалась живучесть войск. То есть, в массе некое среднестатистическое количество людей, у них повышалась, скажем так, скорость реакции, скорость переработки информации в экстремальной ситуации. За счет этого в общем подразделении увеличила свою живучесть. Это вот мы говорим про общее подразделение, про войско, заранее откинув такое понятие условно, как мастер спорта. Но все-таки, а существовали ли какие-то древние методики, направленные на одного высококвалифицированного специалиста, на создание именно мастера высочайшего класса? Я думаю, что вот именно такого не было. То есть, мастера высокого класса создавали, используя те же технологии, но только более концентрировано? Да, да, пожалуй, вот так будет сказать правильно. Просто, если человек занимался этими методиками регулярно изо дня в день, то он и становился тем самым мастером. То есть, если он избирал путь тренера, путь мастера боевых искусств, он, собственно, им постепенно и становился. Мы сейчас все до сих пор несколько абстрагируем формулировки, говоря об Азии, о Востоке, но пришла пора конкретизировать. О чем мы говорим, о каких методиках, с каким именем это связано? Значит, одна из ключевых методик, которую уже многие и китайские специалисты признают вообще основой всех китайских боевых искусств. Есть мнение, что китайские боевые искусства являются корнем, и из них уже произошли японские, корейские, вьетнамские и так далее. Так вот, основой вот этих китайских боевых искусств является методика генерала Цзигуана. Значит, генерал Цзигуан жил в 16 веке, и, естественно, свою методику он создавал не на голом месте. До него были очень похожие методики, в частности, у военачальника Юэфэя. До Юэфэя тоже существовало огромное количество методик, в частности, так называемая военная семикнижия описывает уже вот эти методологические основы этих процессов. А в военном семикнижии самый ранний трактат датируется 12-14 веком до нашей эры. — Он сохранился? — Да. — Это же огромное расстояние. — Ну, вот, тем не менее, трактаты сохранились, но это, как говорится, отдельный очень мощный пласт информации, поэтому я не хотел бы на нем останавливаться. — Это слишком глубоко, да. — Да. Вот. И Цидзигуан, по сути, собрал весь предыдущий за несколько тысячелетий опыт подготовки единоборцев и сконцентрировал их, на мой взгляд, в уникальнейшей методике, которая состоит из 32 боевых приемов. — К каждому приему соответствует четверостише. В четверостише написано мыслеобраз, который нужно представить, и боевой прием, который нужно выполнить. — И вот, по сути, боец читал это четверостише, проговаривал его как речевку, представлял этот мыслеобраз и выполнял этот боевой прием. — И вот, собственно, получалось, что мыслеобраз активировал определенные ядра головного мозга, наговаривание текста, сам звукоряд, другие ядра головного мозга, движения активировали сегменты спинного мозга, и вот именно этот блок вот этих ядер головного мозга и спинного мозга создавали вот тот комплекс, который позволял активировать нервную проводимость во всем организме. — И вот последовательное выполнение вот этих 32 приемов, по сути, ну, как игра на пианино, мы нажимаем на клавишу, у нас получается мелодия, также и здесь получалась некая мелодия проведения нервного импульса, за счет чего достигалось увеличение скорости переработки информации, увеличение скорости принятия решения в экстремальной ситуации, вот, и за счет этого и создавался вот этот уникальный эффект. — А каким образом человек, который живу в 16 веке, мог собрать и гармонизировать вот эти процессы, мыслеобраз вместе с движением, вместе с речевкой? — Не знаю, не знаю, вот, значит, здесь... — Но это научно обработано, вот, в наши дни, допустим, в вашей деятельности? — Да, да, и дело в том, что эта тематика заинтересовалась давно, у меня и кандидатская диссертация, и докторская были как раз посвящены вот этому феномену, и сейчас вот мой один аспирант уже защитился несколько лет назад, вот сейчас еще один аспирант у меня над этой тематикой работает, там достаточно много еще неизвестных вопросов, вот тоже прорабатывает уже, диссертация практически готова к защите, скоро будет защищаться. — Я, единственное, вот, уже имея какой-то опыт экспериментов с этой методикой, могу предположить, что действительно вот этот тысячелетний опыт, накапливаемый людьми, позволял просто замечать вот эти закономерности, акцентировать на них внимание, вот, и, ну, так, медом селекции... — Буквально на уровне... — На уровне народных примет? — Да, 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 вот на уровне селекции, вот, оставлять лучше, оставлять, 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 и за несколько, еще раз повторю, несколько тысяч лет, не сотен лет, а несколько тысяч лет, за несколько тысяч лет, вот, эта методика, вот, выкристаллизовывается, и, по сути, гений, вот, Тидзигуана заключается в том, что он, наконец, это все настолько четко структурировал и преподал в форме простейшей методики, то есть, 32 приема, 32 четверостишия, 32 мыслеобраза, и через 3-10 суток подразделение бросается в бой. Вот, на мой взгляд, это было просто... — То есть, это связано еще с огромной скоростью обучения людей? — Да, то есть, по документальным источникам, минимальное время на обучение воинского подразделения занимало от 3 до 10 суток. — Бывали эта методика общедоступной, или это была секретная технология? — Вопрос в действительности очень интересный, в каком плане. Корейская разведка, когда узнали, что вот есть такая уникальная методика, император Кореи сформировал специальное разведподразделение, которое стало охотиться за этой методикой. И вот корейцы так увлеклись охотой за этой методикой, что эта охота продолжалась 190 лет. — 190 лет? — 190 лет. — Значит, все-таки было глубоко засекречено. — Вот, я думаю, что здесь слово «засекречено» в современном понимании будет не совсем правильно. Почему? Потому что методика описана, методика есть в книгах на китайском языке, на русском языке. — Тогда что было непонятно корейцам? — А вот почему сейчас люди не берут и не изучают эту методику, и не практикуют? — Но сейчас ведь и наш император не дал такого поручения. — Ну, пока не дал. Надеемся, что даст. Дело в том, что существует, как всегда, видимо, в человеческой природе, две точки внимания. Одна точка внимания — та, которая всегда бросается нам в глаза, и большинство людей, видя какое-то событие, начинает его классифицировать по его внешним признакам. А есть маленькая группа людей, которые, скажем так, их иногда называют прослойкой общества, которые занимаются изучением естественных, реальных закономерностей, вот, детерминат этого процесса. А учитывая, что мы живем в мире случайных процессов, то вот в огромной системе этих случайных процессов нужно найти вот эту же термомерность. — Сейчас вы имеете в виду, современный мир является миром случайных процессов или вообще? — Нет, всегда был и детерминированным, и случайным. Вот эта случайность в детерминированности, она, ну, уже является уровнем понимания людей с научным складом ума, умеющим аналитически мыслить. Вот, честно говоря, многие люди не то, что не умеют аналитически мыслить, скорее, они не хотят это делать, поэтому им проще классифицировать явления по их внешним признакам. — Поэтому, когда та же корейская разведка охотилась за методикой Цзигуана, они брали внешние признаки, а как он стоит, на какое расстояние у него ступня правой ноги от ступни левой ноги. — Да, но, видимо, они получали эту информацию очень быстро, так сказать, да, но у них не получалось, поскольку они из года в год, 190 лет. — Да, потому что, скажем так, внешние признаки здесь, естественно, дают эффект, но самое главное — понимать суть этой методики. То есть, как она сделана. — И они все-таки через 190 лет поняли, и возникла некая корейская. — Я не знаю, поняли они или нет, единственное, что 190 лет они просто издали трактат, где они, сворованные методики подготовки рукопашников без оружия, с мечами, с пиками, вот они опубликовали эти приемы Цзигуана и корейскими иероглифами вместо китайских подписали, как теперь это надо изучать. — Бывали схожие истории, например, как мы любим в Японии? Или у них все-таки свой путь? — В Японии, скажем так, если китайская культура достаточно жестко структурировала весь окружающий мир, регламентировала жизнь человека, взаимоотношения человека и так далее, то Япония, пожалуй, превзошла всех. — То есть настолько жесткое структурирование, настолько четкие вот эти вот традиции, ритуалы. И, естественно, подобные методики были и в Японии, но в Японии они приобрели как бы еще более жесткие вот эти вот структуры. И в частности, одним из примеров вот такой методики можно привести методику обучения фехтования, методика Яги Муны Нори, которая писала в книгу Хэйхо Кадэнсё. И вот в этой книге он написал 27 фехтовальных приемов, причем эти 27 фехтовальных приемов он рекомендовал изучать не начинающим самураям, не молодым самураям, а уже высшему командному составу Бакуфу. — Которые и так все умели. — Да, которые вроде как и так все умели, прошли, имеют огромный опыт, там известные самураи, скажем так, в регулярных поединках убивали огромное количество людей, и, естественно, зачем им еще какая-то методика? — Так вот, оказывается, если методика генерала Цзигуана была направлена на воспитание, помимо всего прочего, такого морально-психологического состояния, как агрессивность, адекватность в бою, в экстремальной ситуации, то японская методика, вот эта Яги Муны Нори, она была направлена на развитие такого качества, как умение управлять, развитие таких качеств, как качество менеджера. — И вот при помощи этих 27, по сути, психотелесных упражнений с мечом, ну, упражнение, это мягко сказано, один из заведующих кафедр фехтования прокомментировал, когда ему продемонстрировали эти приемы, он сказал примерно так. — Это не спорт, спорт из этого сделать невозможно, это кровожадная японская система убийства живых людей, причем убийство такого, что убиенный даже не понял, как его убили. То есть приемы достаточно хитрые, приемы достаточно интересные, но именно направленное на развитие, вот последовательное изучение этих 27 психотелесных боевых упражнений позволяло развивать качество менеджера. — Невольно вспоминается книга «Пяти колец», которая считается настольной книгой японского бизнесмена. Является ли она продолжением этой идеи или Мусаси вывел собственную какую-то линию? — Я думаю, как раз таких методик, мы вот сейчас затронули, ну по сути, две методики, генерала Сидзи Гуана и Ягимон и Нори. На самом деле таких методик в Китае насчитывается несколько сотен, у японцев я насчитал несколько десятков. Вот, поэтому я думаю, что методика Мусаси — это просто одна из этого множества. Вот, их, наверное, нельзя даже сравнивать. Почему? Потому что каждая из них преследовала свою собственную цель. Ну, так я сказал, Сидзи Гуан рассчитывал на развитие адекватности поведения в экстремальной ситуации, а методика Ягимон и Нори — на развитие качества менеджера. Вот, просто я не так глубоко занимался Мусаси, хотя всю эту книгу прочитал, книга достаточно интересная. Вот, но меня она не заинтересовала, потому что я занимался вот именно конкретный, вот, скажем так, механизм переработки информации. — Понятно, и я так понимаю, что вслед за корейцами, которые 190 лет воспринимали эту методику, это направление, вы так же точно ее переняли, изучили и преподавали. — Да, я ее преподавал, вот, и, собственно, материал для своих диссертаций я готовил благодаря своим вот ребятам, которые ко мне пришли на секцию, причем это продолжалось много лет, причем я первое время боялся, ну, не то, что боялся, а опасался, что немножко они так поймут, вот. Вот, но когда я им рассказал, ребят, говорю, давайте вот смоделируем вот китайское подразделение и посмотрим, как вот мы за трое, за десять суток, чему там сможем научиться. Вот, ушли, как, в турпоход, в лес, и вот в течение недели мы там занимались. — Какой вы интересный преподаватель. — Вот, и настолько всем понравилось, во-первых, это было очень познавательно, хорошо, отрывок от дома, от семьи, отдых. — Конечно, да. Вот к чему-то я ввел вопрос, ведь это обязательно связано с вербализацией, с прочтением четверостишей. Так вот, вы их как, по-китайски или по-русски? — Значит, естественно, по-китайски. Более того, когда у меня появилась возможность, в студии звукозаписи мы попросили носителя языка, китаянку, которая училась у нас в Санкт-Петербурге, мастер боевых искусств Ушу, Лю Шу Хуэй, была такая вот у нас в Санкт-Петербурге. Она сейчас живет в Северном Китае, вот, продолжает практиковать боевые искусства. И я попросил ее в студии звукозаписи начитать вот на китайском языке. И после того, как она начитала, естественно, уже не я произносил эти фразы, а перевод давался отдельно, а уже во время тренировок спортсмены прослушивали на китайском языке. — Почему? И почему вы сказали, естественно, по-китайски? В чем там смысл? В темпо-ритме языка или в мелодике, в поэзике? — Я могу не настолько чисто на китайском языке эти фразы произносить. — Это понятно, но, быть может, как раз важнее, когда мы произносим по-русски и понимаем, что стоит за этими словами, или важнее именно звук языка? — Важнее звук. — Важнее звук. — Темпо-ритм, мелодика, поэтика. — Причем очень сейчас вот тоже тема достаточно такая интересная, и ей можно посвятить отдельную передачу. Дело в том, что проводил эксперименты. Группе, которая вообще даже не знала, на каком языке будет что-то и говориться, начитывались вот эти четверостиши, эти дзигуаны, и просили их просто закрыть глаза и представлять, вот какой мыслеобраз они видят. И на первых занятиях до 80% присутствующих рисовали тот мыслеобраз, который описан в четверостиши и дзигуаны. Вот это для меня поначалу было неким таким, некой мистикой. — Как это для меня, собственно, мистика? Это потрясающе то, что вы говорите. — Как это может быть вообще? Непонятно, что человек слушает, и несколько человек, вот они сидят, и 80% из них рисуют сходный мыслеобраз. Вот. А потом, когда уже занялся детальным изучением именно психофизиологических процессов, это объясняется тем, что резонируются одни и те же ядра сегмента головного мозга, одни и те же анализирующие, скажем так, нервные центры, и они генерируют одни и те же, скажем так, ответные реакции. — Понятно. Когда вы сказали своим студентам, давайте смоделируем китайское подразделение, я сразу же вспомню то, что мне особенно интересно. Это связь, гармония боевых искусств и театра. Вот я бы хотел, чтобы под конец нашей передачи вы рассказали немножко о гармонии между театром и боевыми искусствами. — Ну, здесь тема действительно очень интересная. И если мы знаем, что в европейском театре существует так называемая методика Станиславского, который призывал воплощаться в образ своего героя и до зрителя доносить максимально адекватные чувства через правильную биомеханику, через правильные движения, то на Востоке получилось немножко по-другому. На Востоке вот это все мыслеобразы, все герои были жестко структурированы, выстроены в четкий ряд, и методика воплощений была очень-очень четко пролонгирована. — Хорошо. Более кратко спрошу, что такое дзен? — Дзен в переводе с японского через санскрит на русский — воплощение. — Воплощение. Вот. Именно к этому мы и подвели нашу замечательную передачу. Игорь, большое спасибо, что вы посетили нас. Я абсолютно уверен, что это далеко не последняя наша встреча в программе «Созвездие Д'Артаньяна». Спасибо, до свидания.